Привет, друзья! Сегодня полезные советы, которые могут пригодиться. Работая перфоратором, особенно внутри помещений, стараешься не пылить и думаешь, как упростить работу по пылеудалению. В этом случае помогает ПВХ-угол 50 мм, в котором ступенчатым сверлом делаем отверстие. Далее нужно закрепить шланг от пылесоса. Диаметр тут сильно отличается, и предлагаю вам воспользоваться небольшой пластиковой бутылкой. Из нее мы сделаем универсальный переходник, который всегда можно брать с собой для выполнения таких задач. Отрезав лишнюю часть от бутылки с помощью строительного фена, осаживаем пластик вокруг ПВХ-трубы. Делаем таким образом, чтобы все сидело плотно, но при этом также хорошо снималось. Другой край бутылки, где горлышко, я слегка сточил шлифовальным кругом, таким образом, чтобы горлышко плотно входило в шланг пылесоса. И наш переходник готов. Переходим к тесту. Размечаем два отверстия на бетонной стене. Также с помощью малярной ленты выставляем глубину сверления под будущий дюбель и начинаем работу. При сверлении всю пыль сразу забирает пылесос. И небольшой паузой мы визуально контролируем глубину сверления. Отверстия готовы. Работать удобно и можно смело брать с собой. А в самой работе мне помогает компактный перфоратор AEG. Это аккумуляторный парень. Силы удара в полтора джоуля. Имеет три режима работы. Сверление с ударом, сверление без удара и долбление. Встроенная LED-подсветка гарантирует хороший обзор рабочей зоны. Кстати, максимальный диаметр сверления буром, бетон, тут 16 мм. И также имеет плавный пуск. В комплекте идет классный девайс. Это переходник под битый. А сам перф работает на базе аккумуляторов AEG Pro Lithium Lone. С защитой от перегрузок. Малый вес и небольшие габариты повышают удобство работы в условиях ограниченного пространства. Более подробно можете познакомиться по ссылке под видео. И сейчас на инструмент идут хорошие скидки. А если вы делаете переходник для пылесоса и под рукой не оказалось пластиковой бутылки, но есть кусок поролона, то он тоже отлично будет выполнять свою задачу. Накрутите на шланг и плотно зажмите в трубе. И можно начинать работать. Если вы начинающий мастер и работаете перфоратором, и переживаете, что отверстие может быть с уклоном, то возьмите обычный рожковый ключ и зацепите его на бур. Таким образом, при сверлении, если у вас будет уклон, то ключ начнет скатываться. А чтобы засверлиться ровно, ключ должен прыгать на одном месте. И у вас получится ровное отверстие. Просверлили вы отверстие и забили пластиковый дюбель. А потом что-то изменилось в планах, в проекте, и оказалось, что он тут не нужен. Можно, конечно, попытать части и попробовать зацепить саморезом. Если сидит неплотно, то есть шанс его вытащить. Но когда вы уже закручивали крепеж и дюбель расклинило по сторонам, то тут саморез не поможет, а выручит обычная открывашка для напитков. Закручиваем вовнутрь спираль и легким движением рук выдергиваем пластиковый дюбель. Вообще, пластиковая бутылка – это уникальный материал. И с помощью нее можно сделать сразу любую муфту под выходную трубу вашего инструмента. Я часто работаю с доской, и когда начинается шлифовка, то подключаю пылесос. И быстро сделать переходник под определенный диаметр снова выручит пластиковая бутылка. Делая отверстия в бетоне, и когда осталось закрепить последний элемент, но вдруг закончились дюбеля, то не проблема. Возьмите пару гвоздей и забейте их кучно в отверстия. Поверьте, сидеть они там будут. Ох, как хорошо! Также самодельный дюбель можно сделать из горячего клея. Да не просто дюбель, а даже с резьбой. Сверлим отверстия и продуваем от пыли. Затем заполняем горячим клеем и вставляем болт на пару миллиметров меньше диаметра отверстия. И остается только ждать, когда подсохнет клей. Такие же резиновые фиксаторы можно делать и в древесине. Например, сверлю сверлом на 10 миллиметров отверстие в доске. Заливаю горячим клеем и вставляю болт М8 и жду высыхания. Далее также выкручиваю болт и срезаю излишки. И болт спокойно вкручивается на свое место. Руками его не вырвать. Но с помощью рычага и усилий, ну, вырвать можно, но сложно. Поэтому берите на вооружение. Напишите в комментах, какие советы вам понравились больше всего, а какие нет и почему. Поставьте лайк этому видео, вам не сложно, а мне приятно. И подписывайтесь на канал и обязательно жмите колокольчик. Всем хорошего настроения, легкой стройки, легкой работы, кучу полезных идей. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok